Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 31 июля, день Емелиана, назван честное дание святого мученика Емелиана. Было поднято жестокое гонение на христиан. По всему царству римскому было разослано приказание, чтобы христиане без милосердия отдавались на разные муки и жестокую смерть. Емелиан вошел в языческий храм и все там разбил и ушел. Язычники пришли в ужас и схватили безвинного, жестоко стали избивать. Видя все это, Емелиан признался, чтобы из-за него не убили невинного. Сегодня уже было заметно, что дни стали намного короче, а ночью уже прохладно. С этого времени начиналась заготовка на зиму, поскольку было большое количество фруктов, ягод, овощей. К этому времени оканчивалась жатва. Серпы выкладывали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника, чтобы отслужил молебень и осветил инструменты. Серпы уносили домой и хранили до следующего года. После нескольких недель напряженного труда лучшим отдыхом считали баню. Сегодня парились с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В саму баню входили с поклоном, чтобы задобрить банного духа. Так народ избавлялся от усталости, накопившейся во время жатвы. Приметы. Сегодняшний жаркий день предвещает холод в декабре. Если листья березы к сегодняшнему дню пожелтели, начиная с макушки, осень будет ранней. Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев. Морозы будут не раньше января. В этот день подводили итог наблюдением за погодой в течение всего июля месяц. Что ж получается? Вещь полезная раз, а есть ее надо очень умеренно. Вот что касается кулинарии, когда мы в бульоны добавляем всякие коренья, ну тут, конечно, действительно надо запомнить и просто брать у знакомых с дачи или на рынке, потому что действительно очень вкусный всегда ароматный этот бульон. А сока мало надо пить. Так его что-то с чем-то смешать надо? С чем он сочетается? Для того, чтобы использовать сок корня петрушки, кстати, из зелени сок давится довольно-таки плохо. Лучше всего вот такие вот сокровожималки давят с помощью центрифуги сок из корней. Поэтому его просто-напросто берем не более 30 граммов и смешиваем с соком морковки. Вот с соком морковки он идеально смешивается, только, естественно, морковки надо раз в 5 больше и пьется. И сейчас мы с тобой сделаем такой сок и выпьем, чтобы ты убедилась. А как же он влияет? Кстати, свежий сок петрушки обладает свойствами, способствующими кислородному обмену в организме и поддержанию здорового состояния почечников и щитовидной железы. Видишь, какие там еще вещества? Это очень важно. Кислородный обмен – это наша молодость, здоровье и иммунитет. Это жизненная сила. Если кислородный обмен у нас слабенький, то что делается? Естественно, организм становится чахлый. Вялый, усталость и хочется все время спать. Более того, а комплекс различных микроэлементов, которые входят в петрушечку, в его корень, способствует тому, что укрепляет кровеносные сосуды, стенки укрепляет. Да! Кстати, и особенно, знаешь, как есть кровеносные сосуды, можно так сказать, это артерии, это вены и капилляры. Так вот, капилляры имеют артериальный конец, имеют венозный конец. И сок петрушки как раз укрепляет артериальный конец, что особенно верно. Это получается, что те, у кого часто бывают синяки, скорее всего, имеют капилляры, которые требуют сока из корня петрушки. Да, и витамин ПП как раз их укрепляет, который здесь содержится. Но мы будем делать с корой, правильно? То есть мы не чистим ни морковь, ни корень петрушки, потому что все микроэлементы полезные в коре, мы их с помощью центрифуги переработаем в сок. Да, и поэтому возьмем, смотри, сколько мы, мы возьмем немножко. Немножко. Вот столько. Взяли. Так, и возьмем морковки вот на эту часть, вот столько морков. Хорошо. И тогда это будет все нормально. И сделаем сок, и выпьем с тобой. Сейчас, конечно, мы сделаем. Это очень радует. И выскажем свое мнение. Хорошо. Моток от лента, первым давим сок. Будьте здоровы! Спасибо. Первым давим сок петрушки. Там он совсем чуть-чуть мало. Хорошо. Подрежем больше. Пошло дело. Пошло. Если они подвялые, у них содержится мало влаги, и они, ну, давятся, как вот сейчас у нас не совсем хорошо. Но, тем не менее, они давятся. Поэтому... Стаканчики, вот, смотрите, прозрачные. Разррачные стаканчики, и мы наливаем. Опа! Прямо как бармен. Да-да-да-да-да. Кстати, вот когда наливаешь так, энергия от высокого переливания, ну, в смысле, кинетическое, переходит в воду и делается более энергетическим напиток. Ясно. Все важно понимать. Так. И возникает у меня самый главный вопрос, потому что морковные соки-то в нашей стране уже, ну, я так понимаю, люди попивают, и все как один попивают с капелькой масла. Никаких капелек масла не надо. Я считаю, что это большое заблуждение для того, чтобы просто-напросто еще к морковному соку нам продать какое-то масло, сливки и так далее. Я надеюсь, ты не в положении. Нет. Все. А почему вы надеетесь? Может быть, наоборот, я надеюсь, ты в положении. Так. Ну, морковь, во-первых, слышится, конечно. Ну-ка, давай. И выскажи свое мнение. В отличие от морковного сока, этот очень ароматный. Очень ароматный. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok